здравствуйте мои подписчики и гости канала это отделение взвесей осадка взвеси и сусла отделяются по-разному на холодильной тарелке и в отстой на холодильном чане осаждаются грубые взвеси и часть тонких взвесей в виде так называемых горьких взвесей из-за горячего или холодного сусла взвеси отделяют также центрифугированием или фильтрацией на диатомитовом фильтре при центрифугировании или фильтрации горячего сусла устраняются только грубые взвеси однако получается почти прозрачное сусло которое при охлаждении мутнеет и из-за холодного сусла также отделяются грубые взвеси одновременно с тонкими взвесами и при том большая часть чем при обычном осаждении отделение тонких взвесей можно регулировать в определенном диапазоне степенью охлаждения сусла рассмотрим фильтрацию мутного сусла на салфеточных фильтр прессах после спуска осветленного сусла отстой мутное сусло вместе с осажденными взвесями подается или прямо фильтр пресс или собирается в сборник прямо фильтр прессе мутное сусло можно спускать только при большой разнице в высоте 3-4 метра после окончания фильтрации остаток сусла выдавливается из фильтр пресса сжатым воздухом при избыточном давлении полторы атмосферы на практике как правило используют сборник который должен принимать и весь объем мутного сусла составляющей около 3-6 процентов объема произведенного сусла сборник это вертикальный цилиндрический резервуар испытанный на давление 3 атмосферы он имеет люк для чистки и арматуру для подачи и отвода мутного сусла и воздуха выпускное отверстие для сусла находится в самом низком месте сферического дна чтобы сусло стекало без остатка сборник имеет также подвод пара чтобы его можно было стерилизовать и соединительный трубопровод из сборника мутное сусло подается сжатым воздухом фильтр пресс при давлении пол атмосферы которая позднее повышается до полутора атмосфер фильтр пресс состоит из чугунных пластин подвешенных на несущей конструкции одна торцовая пластина закреплена на подставке другая связана с болтом с помощью которого она отстраняется и прижимается к остальным пластинам пластины рифленые и по углам имеют круглое отверстие для подачи и вывода сусла фильтр прессы меньшей производительности имеет пластины с углублениями благодаря этому образуются камеры в которых скапливаются взвеси при большой производительности между пластинами вкладываются полые рамы пластины и рамы не имеют уплотнений и поэтому уплотняются салфетками которые закрепляются на пластины размеры фильтр пресса подбирается в зависимости от предполагаемого количества взвесей обычно рассчитывают на 100 килограмм засыпи 3 объема фильтр пресса объем фильтр пресса зависит от размера и числа рам размеры пластины рам бывают 700 на 760 миллиметров при таких размерах одна пластина имеет площадь фильтрации один квадратный метр и объем камеры без рамы 10 литров а с рамы 25 литров салфетки изготавливают из грубой ткани первоначально они изготавливались льняные но потом перешли на хлопчата бумажные в отстое задерживается относительно много экстракта поэтому чтобы получить сухие взвеси концу фильтрации давление увеличивают до полутора-двух атмосфер после окончания фильтрации фильтр пресс разбирают пластины последовательно раздвигают и взвеси с салфеток и рам стряхивают или снимают деревянным скребком в подставленные ванночки фильтр пресс чистят щеткой а салфетки прополаскивают и стерилизуют при 80 90 градусов цельсия в течение 20 минут и после охлаждения снова устанавливают фильтр пресс при продолжительных перерывах фильтр пресс стерилизуют паром при обычном ежедневном использовании фильтр пресса с трубопроводом достаточно проводить стерилизацию паром или дезинфекцию один раз в неделю отстой кроме остатков оболочки и частиц хмеля содержит как основной компонент дубильно-белковые соединения и горькие хмелевые вещества согласно анализу они имеют приблизительно такой состав как представлена в таблице на слайде из одного гектолитра сусла в зависимости от плотности и осаждения взвесей получается 0,3 0,5 килограмм спрессованного отстоя отстой это отходы которые трудно использовать из горького вкуса их не применяют как корма использование содержащихся в них горьких веществ не нашло распространение в технологии отстой быстро разлагается и его можно применять только при компостировании его нельзя выпускать в канализационную систему так как он загрязняет сточные воды и резко повышает биохимическое потребление кислорода при фильтрации отстоя из фильтр пресса вытекает абсолютно прозрачное сусло однако с биологической точки зрения она имеет недостатки пока охлажденное мутное сусло отстой разлито по всей поверхности холодильной тарелки оно легко инфицируется на небольших заводах где фильтрационное оборудование работает непостоянно мутное сусло отстой инфицируется также и в трубопроводе и фильтр прессе поэтому иногда сусло полученное после фильтрования отстоя сбраживается отдельно большой дозой дрожжей и при более высокой температуре простейший способ стерилизации сусло полученного из отстоя предложил о велочек для стерилизации такого сусло изготавливают пластинчатые пастеризаторы в которых сусло нагревается до температуры пастеризации и потом прямо охлаждается до температуры сбраживания центрифугирование мутного сусла этот способ более простой и менее трудоемкий чем фильтрация на фильтр прессе для него не требуется сборник так как мутное сусло стекает прямо в центрифугу для центрифугирования взвесе из мутного сусла ради применялись только камерные центрифуги барабан в котором собираются отделенные взвеси принимает пятьдесят пять шестьдесят литров взвеси с несколько большим содержанием воды чем имеют взвеси из фильтр прессов производительность таких центрифуг из-за наличия значительной доли взвеси в мутном сусле невелика и колеблется от 15 до 20 гектолитров в час подводимая мощность центрифуги значительно и составляет семь с половиной киловатт отделенная на центрифуге сусло не так прозрачно как сусло из фильтр пресса вместе с тем опасность инфекции при центрифугировании меньше и сусло получают биологически более чистым вы посмотрели видео посвященное охлаждению и осветлению сусла я благодарю вас за внимание подпишитесь на канал поставьте колокольчик уведомления все уведомления и вы будете получать уведомления о новых видео поставьте лайк напишите комментарий с вопросом если вам что-то непонятно если вы увидели какие-то недоработки в моей лекции на этом я с вами прощаюсь желаю вам всяческих успехов и до новых встреч